всем привет товарищи вы на канале кукушоу а мы сегодня выехали на рыбалку подсказали мне такое место недалеко от ханты мансийска здесь крест на дороге сразу за мостом короче где крест спускаешься и идешь в поле протоки ну и встать на одной из проток говорят в этом году там ничего так льет проверим мы это прямо буквально сейчас снова вечер снова мы после работы здесь все залито водой возможности подъехать нету поэтому я расщекляю свои болотники сейчас обуваемся берем наши пожитки как говорится и и отправляемся в путь да товарищи вот мы добрались до места но это что-то вообще необычное просто такое чувство что поля залило или залила правильно сказать в общем залило поле и тут просто вода но не знаю сказали что должно что-то получится кстати хочу отметить уже вижу всплески рыбешек вот там на мелководье думаю может быть туда пройти немножко ну а так еще попробую все покажем ребят давайте перейдем туда все получается что мы подошли ближе к дороге но дело в том что мы видели как здесь плещется рыба даже 20 на сантиметрах от берега просто хорошие всплески и сейчас раз два три четыре на этом изгибе возможно к это думаю на есть ну что подобное ладно будем стараться не шуметь а уже раскладывать фидора ну чё ж короче блин я прям предвкушение не уж на получше что так недалеко от хантов буквально можно считать за углом нам все-таки удастся хорошенько отловиться так ну вы с нами короче вы увидите все первыми купили прикорм просто в ленте недорогой не знаю как будет рыбалка замешаю немножко вот здесь смотрите какой даже не знаю как такой используете когда покупал не обратил внимание а теперь не знаю как это вообще работает поэтому маленько замешаем а там уже это будет видите какая не знаю фигня если правильно сказать как этим работать вообще никак надо поэтому поспешишь людей насмешишь ладно попробуем как-то забить у меня есть вроде бы кормушка с дном потому что бездна это просто высыпется во время броска попробую сейчас чтобы выйти да во-первых хотел сказать как мы изменили снасть насчет крючков я не согласен крючки крупные я до сих пор считаю что это гон но мне все местные говорят что так надо я уж купил давайте вам покажу смотрите какие они вот такие крючки видите это овня и не помню какой там десятый легко вот это во первых хочу во вторых два крючка все-таки местные ну реалии говорят что так лучше даже вопрос именно высоты во-вторых обратите внимание что фидер снасть собрана слегка иначе она сделала по принципу что мой блин вы знаете я сам хотел в свое время такие способы смотрите два отвода я сам делал бусинки кормушка а все связано с чем с тем что здесь много ила на дне я уже как не пробовал как-то иначе это делать все оказывается бесполезно каждая моя попытка приводит к тому что или все застревает тонет ни одной поклевки не видно и в итоге ты уходишь ни с чем мне все говорят товарищ так не пойдет надо здесь поднимать крючки вверх так когда берем на обун давайте вот так середине вот только как раз у меня клипса было с прошлого раза удобно свезло давайте мы немножко подлотаем ну смотрите еще ко всему прочему я буду фидер ставить таким вот образом чтобы максимально поднять со дна крючки он высокий 3,9 метра под таким серьезным углом цель говорю одна чтоб крючки стояли вот хотя бы под таким вот углом стояли в воздухе хотел закинуть поближе и забыл об этом называется вот так называется когда берешь огромный фидер а рыбачишь на 10 метров а вообще что хочу сказать смешная ситуация мы забыли червей у нас был только один червяк мы упоровали на три части и сделали ну насадили на крючки также у нас есть опарыш и спиннинг поэтому надо доставать спиннинг поскольку если на опарыш не пойдет считаете вообще пустой выезд ох елки-иголки в общем вот что называется после работы выбежать на пару часиков ну нам главное вообще увидеть поклевку и что здесь есть вот основная главная цель все что происходит пока будем называть разведка так что мы здесь новички в общем я пойду о суды не поклевка есть похоже не чувствую рыбу а нету 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 поторопился эти крючки крупные я же говорил что я против крючков сейчас короче перезакину и первый фидер потому что надо ближе вы поняли что ближе и нужен нужна опарышка эти перевязываем крючки Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Есть есть товарищи Кстати, пока Мне тут отвлекли, звонили Я не мог снимать Я немножко подловил Давайте посмотрим, что у нас Не взял с собой сегодня Подсак Смотрите Просто вот такие вот Чуваки Это елец Получается Но В прошлый раз мы ловили Они темные были Блин Да что ж такое Это раса Вот такие вот Смотрите, какие отличные Просто замечательные Мы поймали еще двух Это уже третий Сейчас покажу вам Пойдем Вот Видите Такие же Бугаи Вон Этот даже один еще больше Вон лежит Видите Это подсак большой Я сейчас руку положу Вон он Какие Так Ну в общем В общем Короче Рыбалка сегодня уже доволен Клюет просто постоянно Червя нету Мы вон те два кусочка Что порвали Три Мы их Перенасаживаем Ну и плюс Я на фидер Верень Сейчас Установлю очень маленькие крючочки И опарыши на них Это должно прям помочь Ну все Давайте смотреть дальше Я переделал крючки на другом фидере Поставил очень маленькие Поэтому сейчас На нем Закину на опарыш И там крючочки такие Что если Рыбуля просто Этого опарыша Немножко подсосет То все Есть Хорошенький опять Ой Давай Давай Иди сюда Опа Давай к папочке Отличный Ой Не сломай Не сломай Ты что это Два крючка Представляете Как так-то Вот Этот чуть-чуть помельче Предыдущих Но все равно Ой Все равно Отличный Отличный Просто лоб Сегодня Будет жаренная Рыбуля Хотел показать Смотрите Что у нас случилось С опарышами Все превратились В куколки И всего лишь Парочку живых Но больше Ловить вообще Не на что Теперь покажу Крючочки Смотрите какие Крючки реально Маленькие Это фанатик Ну это как 14-й Овнер Вот Ну такой вот Фанатика Маркировка Другая Чуть Насаживаю Одного опарыша Просто попробую Знаете Как говорится Суперэкономный Сделать Ладно Куколки Нам не жалко Один опарыш И одна куколка Вот так Ну чтобы Более-менее Что-то было Ух ты Вы видели Я только Только забросил Сразу же Моментально Удар Вот Смотрите Вы видите Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Двое Двое Моментально Зацепились Короче Ребята Хотятки Это что-то С чем-то Вот это я понимаю Рыбалочка Чувствую Мы сегодня Садок-то Свой набьем Глядя, ну вот этот мелковат, конечно. Что, Вера, может, мы там отпустим? Вот такого. Товарищи, а? Ну, отпускай, если хочешь. Ну что, чувак, тебе повезло. Короче, у нас этот идет к нам, а этот идет гулять. Вот это поклевочка. Смотрите, что с фидерами делается. Слетел, что ли? Нет, не слетел, вон он, вон он. А что так клевал-то сильно? Господи, б***ь. Такой маленький и так клевал. Ты видела? Ага. Это было что-то, ребята, я просто помогаю тут перезакинуть, Вере, и... Ну, ладно. Ай! Ладно, товарищ. Мы сегодня таких больную даем. Хочу снова напомнить, на что мы сегодня ловим. Как говорится, как там, беда помогла, не помню, было хорошо, не хорошо. Смысл вон в чем. Это опарыши давно у нас были и превратились в куколок. Соответственно, мы цепляем одного опарыша и одну куколочку. Аккуратненько. Она же такая протыкается, но чтобы не сместилась, то она вся слизь. Короче, вот такое вот аккуратное, аккуратность и клюет, ну, я считаю, хорошо клюет. Ловим. Ну, в крайнем случае, блин, мне нравится. Хорошие поклевки, хороший улов. Прикорм самый дешевый. В ленте за 90 рублей в виде каких-то каракуль. Блин, не хочу дать совет, кто скажет, что ты вообще советуешь? Но работай. Сегодня работает, сегодня так. Но давайте так, про прикорм. Это не совет все-таки. Я... Тысячу раз мы описывали каши специальные, хорошие, которые мы делаем сами. Все-таки это не очень хорошо, то, что здесь. Ну, а это, это реально повезло. Рабочий оказался. Ну, давайте продолжим набивать нашу сковородочку будущую. Единственное, что неудобство сегодня вызывает, ну, и как вот в прошлый раз уже, это вот то, что фидора стоят вверх, и мы стоим, знаете, как эти, как-то сказать, мечтатели. Постоянно наблюдаем, что там происходит у нас вверх. Конечно, приятнее смотреть, когда это вниз, это... ух ты, смотрите, какая-то хрёвка. Ой, я даже не буду ждать. Чёрт! Надо было все-таки подсекать и не дергать. Да ёшкин дрын. Ну, ребята, бывает и так, и то подумайте, что мы тут прям, это, лупеним. помедленнее, 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 Мелковатый, да, чуть-чуть? Нет, ну вообще хороший, но мы сегодня таких отпускаем. А ну-ка, давай покажи. Мы даже опарыша сохраним. Вот это самое для нас сегодня главное. Сохраненный опарыш, считай, это балка в теме. Ну все, давай. Ух ты, давай, давай, держи, держи, держи. Вот это да, подсечь, нет, я подсек, я подсек, держи, 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 держи. Если б я не подсек, то все. Ух ты, тоже мелковатый, ну вот видите. Слушай, нет, нет, это другая рыба. И кстати, хочу заметить, да, рыба-то другая. Это селедка. Это селедка. Мне писали, что это елец. А мне кажется, тот был елец. Или тот был не елец. Короче, объясните мне, кто был кто. Но это селедка. Как раз это длинная. Угу. Темная. Или это елец. Надо ее попробовать. Короче, берем, чтоб попробовать. Комаров просто взлетело миллион. Если б не москитные эти шапочки, не выдержали бы здесь. Никакой рифтомит и москитол не поможет. А так красиво, конечно. Как всегда, дорога рядом. Но это вот северная штука. Но шикарный закат. Так, там вот впереди мост. И уже вон, может, это Ханты-Мансийск вдалеке. Поле идет. Вот это поле. Значит, с разливами там река. И за ней Ханты-Мансийск. А мы вот здесь вот, в этой ложице. Довольно удачно проводим время. Наблюдаются постоянно поклевки. На такие прям одиночный удар. И тишина. Успеваешь подбежать. И ничего не происходит. Кстати, у нас садится батарея в камере. Поэтому, похоже, похоже придется сейчас снять уже только потом концовку. Что у нас получится в итоге. Да, если честно, завтра на работу. И сейчас уже полдесятого по местному. Я думаю, что действительно надо закругляться. Гомора много столько. Он должен успевать, а, залететь во внутрь. В москитной сетке. Ну, в общем, что хочу сказать. Классное место в итоге. Вон рыба плещется, да. Прямо здесь. В общем, смотрите. Классное место. Рядом с Хантами. Буквально вот тут этот крест. Съезжаешь. В любом месте становишься. Тут рыба плещется просто повсюду. В принципе, провести хорошо время. Половить себе такой селедочки на вечер. Вообще проблем никакой не составляет. Чистенько, аккуратно. Кстати, хочу сказать плюсом. Близко с городом, но не загажено. Красиво, аккуратно, чисто. Прямо приятно находиться. Вот. Поэтому сегодня мы с Бором, как говорится, помощи экологии заниматься не будем. Потому что и рады этому, что тут так хорошо. Ну все. Осталось еще немножко половить. И в конце покажем, что у нас получилось. Ух ты! Видно? Две что ли? Нет. Он что-то сильно как-то тянул. Тянул так сильно. Нет. Один, один. Ну хорошие. Этого берем. Вообще поклевки стали, я говорю, реже ударами. Один удар и ждешь. Повторюсь. Ой-ой-ой. Стой, 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 чувак. И снова, пока захотел снасть. Вот. Я сделал толстую леску. Карабинчик. Толстая леска. Поворотные механизмы. И бусинами их фиксирую. Можно менять ниже, можно выше. Заметьте, клевало на верхней. То есть, смотрите, сколько. Одна. На какой высоте. Я вообще заметил. Как и на той удочке, так и на этой. В основном ловится на верхней. Но это, опять же скажу, это нюанс здесь. Такой нюанс хантамантийский северный. Очень много ила. Дно очень. Дно, короче, загаженное. Но вот этих молодцов сегодня я пожарю. Ну, нет. Я их пожарю сегодня. Но есть буду на завтрак. Потому что на ночь жареное не полезно. Говорит моя жена. Ну, вообще, ребята, пора уже уходить. И честь знать. Мы еще, конечно, забросим по разу. Если что будет интересно, просто подключимся. Но уже сейчас хотел просто с вами попрощаться на этой хорошей ночи. Немножко на жарку мы, как если наловили, мелочь попустили. Вот таких красавцев. Смотрите, каких. Вот таких красавцев. Гляньте с моей руку. Видите? Мы себе набрали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь чуваков. Хороших, хороших. Хороших пару сковородок. Даже, наверное, знаете, нужно еще одного, девятого. Три штуки, думаю, на сковородку будет. Как раз идеально будет. В общем, короче, еще одного ловим и собираемся. А вы, товарищи, если видео это понравилось, ставим лайк. Мы, короче, теперь разведчики северные. Будем ездить по разным местам. У нас есть, кстати, интересная идея, куда поедем в субботу. Будет прям речка. Теперь с названием, а не просто разлифили ручей. И покажем вам оттуда, что у нас получится. Но сегодня, я считаю, все отлично и прекрасно. Ребята, еще раз хочу сказать. Приятно, что я вернулся снова к вам самому. Что мы снова можем общаться. Ну и давайте на этой красивой ноте. Пока не потемнело, чтобы не потемнуло. А именно сейчас я скажу, что я скажу. Что все отлично, замечательно. Короче, дальше будет лучше. Ну что ж, всем пока.